золотая коллекция лего ниндзяга добро пожаловать на наш канал с вами матвей и алексей друзья мои мы собрали всю коллекцию всех золотых ниндзя лего ниндзя как десятилетию лего ниндзяга и сегодня мы расскажем вам и покажем все наборы которые нам пришлось купить и во сколько это нам обошлось поехали наверняка вы заметили что-то необычное мини фигурках то что увидят только настоящие фанаты серии лего ниндзя когда мы взяли на себя смелость и восполнили то что не сделали создатели то что не сделали дизайнеры менеджеры и все такое прочее каждому из ниндзя мы дали золотое оружие но ребята это наша чисто отсебятина и мы считаем что это то чего не хватало и ниндзя в этих наборах чтобы все правильно было мини фигурка золотого лойда была в наборе турнир мастеров стихий по четвертому сезону в наборе 283 детали набор бюджета но несмотря на это в наборе 7 мини фигурок мне как фанату мини фигурок набор очень понравился единственное я не понял для чего в этом наборе была вот эта штука вот эта вертушка то есть сам агрегат да сам агрегат мне нравится как он крутится как крутится фигурка но причем здесь вихрь зейна я так конечно и и не понял к чему он чему он здесь но в остальном в общем и целом мне набор этот понравился некоторые огрехи в нем были но тем не менее для такой цены такое количество мини фигурок это маст хэв обзор есть на нашем канале подробно если хотите переходите наш плейлист и смотрите золотая мини фигурка кая была в наборе ротор джет по четвертому сезону в наборе 449 деталей мне понравилось в этом наборе во первых он получше оригинала те кто помнит еще оригинальный набор по четвертому сезону этот набор немножко ротор джет сам про апгрейдили мне нравится его техническая часть вы можете им и играть он и на полке неплохо смотрится здесь предусмотрели специальную ручку вы можете держать его как оружие и при помощи колеса проворачивать ротор и будут вылетать вот эти огненные стрелы также в наборе маленькая небольшая постройка клетка в которой заточен лоид в наборе всего 4 мини фигурки но это и от этого не становится хуже золотая мини фигурка не было в наборе огненный дракон кая в наборе 563 детали также как и в предыдущем всего 4 мини фигурки скелет зейн непосредственно кай и золотая мини фигурка нет дракон мне не очень понравился но мне понравилось крылья мне понравились вот эти тряпичные которые вернулись к нам в 13 сезоне вы помните у костяного дракона были тряпичные крылья и у этого огненного дракона они тоже тряпичные мне больше нравится чем пластик дракон в принципе неплохой но но сама конструкция мне честно говоря не очень понравилось я до последнего не хотел брать этот набор и честно говоря мы его купили только из-за мини фигурки не золотая мини фигурка кола была в наборе нельзя перехватчик x1 это так сказать ремейк или ремастер третьего сезона автомобиль мне кстати понравился не знаю почему он не зашел матвея мне понравился очень функционал классной пушки золотая фигурка опять же и здесь что-то раскрывается и так же как и в оригинальной модели матвея сейчас нам продемонстрирует кай выезжает из автомобиля на байке то есть вот этот момент мне конструкционно очень понравился тебе надо поддержать мне надо подержать давай я подержу и я мешал пальцем давай еще раз покажем как это работает по моему что-то подобное было в наборе с бэтменом тоже там что-то открывалась и бэтмен выезжал на мотоцикле куда-то там уезжал то есть идея сама по себе не новая но тем не менее воплощение в ниндзя в ниндзяго воплощение в конструкторах мне прикольно мне понравилось будешь показать еще раз то есть тебе тоже понравилось тебе тоже зашла эта машина вначале он сказал что ему не понравилось а сейчас уже я смотрю не оторвать золотую мини фигурку джея мы приобрели вместе с набором титан зейна по пятому сезону в наборе 840 деталей тоже в нем четыре мини фигурки два призрака золотой джей и зэй чем отличается зэй от всех наборов этой серии в тех которых он попадался здесь зэн с черным телом и черными ногами то есть это единственное отличие ну как не единственное а важное отличие от остальных наборов на мой взгляд и я ни на секунду не пожалел о приобретении этого набора на мой взгляд это лучший робот вообще всех времен ниндзяго но единственное после ультра комбо робота ниндзя да обо всем об этом мы рассказали в нашем обзоре и если вы его вдруг вдруг если вы его не видели обязательно перейдите в наш плейлист или наверно ссылку да мы вот здесь верхнем углу разместим ссылку чтобы вам было удобно перейти сразу и посмотреть это видео этот обзор это масках ребята поверьте мне и для того чтобы наша коллекция была полная чтобы нам собрать всех шестерых ниндзя нам пришлось купить ультра sonic rider это переиздание самого первого сезона самый большой и дорогой набор в нашем сегодняшнем выпуске единственное мне не понравилась эта мини фигурка тем что шлем золотой выстрелы студии и волосы вот эти вот на маске голубые и если присмотреться желтая и голубой дают зеленый цвет вот это мне не понравилось на мой взгляд нужно было вот это пламя или что это такое сделать белым тогда бы это смотрелось намного круче но что имеем то имеем как говорится огромный потенциал у этого набора по функционалу он конечно рулит и по количеству мини фигурок здесь их целых 7 по-моему до 7 мини фигурок 4 ниндзя золотая и две змеи по функционалу конечно это самый лучший набор скажем так 4 вы имеете 4 элемента но подобный набор он лишь отвалилась был уже если вы помните серию nexonites там такого рода постройка была от которой откалывались боковые части откалывалась верхняя часть и они могли существовать по отдельности то же самое мы видели и ультракомбо роботе ниндзя у кого-то дырявые руки который тоже составляется из нескольких построек ну на мой взгляд на мой взгляд первое издание было получше но из-за того что нам нужна была для полной коллекции мини фигурка зейна нам пришлось купить этот набор единственный набор на которого у нас нет обзора мы не делали и никак не соберемся и не знаю может когда-нибудь мы сделаем обзор этой модели в итоге друзья мои для того чтобы собрать эту коллекцию нам пришлось бы потратить если бы мы брали эти напоры по полной цене все бы это нам обошлось в 310 евро берите калькулятор умножайте на текущий курс хотя мы это брали пару месяцев назад все это дело месяц назад там растянулись эти покупки мы не пошли сразу не взяли все наборы естественно это огромная сумма но все дело в том что мы брали все эти наборы со скидкой ни один набор мы не купили по полной цене мы не берем их на старте всегда мы ждем когда появляется более или менее хорошая скидка и среднем мы ждем когда цена опускается как минимум на 20 процентов то есть вся вот эта радость обошлась нам но тоже так скажем не дешево но тем не менее мы прикинули на калькуляторе у нас получилось двести сорок восемь евро то есть если вы хотите узнать цену в рублях можете помножить там на текущий курс сколько там сейчас 100 рублей или 80 рублей я не знаю то есть получать если на 100 рублей то это получается 24000 24800 рублей да если что-то понимаю ну примерно так то есть для того чтобы собрать коллекцию из шести мини фигурок нам пришлось потратить такую огромную сумму денег хотя хотя друзья мои можно было купить и на аукционе все эти фигурки по отдельности но ребята цена на минуточку на каждую из этих фигурок 25 евро и того 150 евро нам бы пришлось выложить если мы захотели купить только одни фигурки а так мы еще имеем кучу всяких конструкторов конечно же мини фигурки мы продавать не будем мы оставим их своей коллекции а все остальное мы свое время когда-нибудь продадим и наверное мы сделаем рамку и в рамке в этой витрине в рамке мы сделаем все эти шесть мини фигурок но обязательно покажем вам на нашем канале мы благодарим вас за просмотр подписывайтесь на наш канал ставьте лайки до новых встреч пока можно сказать что мы за вот это видео заплатили 248 евро за одно видео мы заплатили 248 евро а ты прав за в деле это видео это самое дорогое видео на нашем канале ну да которая стоит нам ну не считая оборудование не считая всего остального только за материалы только за лего мы выложили двести сорок восемь евро а если посчитать сколько бы мы могли купить видео